А сейчас о позитивных изменениях на рынке труда. Как свидетельствует статистика, хоть и небольшой, но все-таки рост благосостояния граждан отмечается. Если средняя зарплата в Твери в прошлом году составляла 42 200 рублей, то в 2022 цифры увеличились до 45 900. А подробнее про рынок труда города расскажет наш корреспондент. Стоит начать с того, что с начала 2022 года было утверждено повышение величины прожиточного минимума в Тверской области. На душу населения 11 472 рубля, для трудоспособного населения 12 504 рубля, для пенсионеров 10 122 рубля, а для детей 12 191 рубль. Позитивные изменения коснулись и предприятий государственного обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Размеры окладов сотрудников там варьируются в пределах 35 до 40 тысяч рублей в месяц. Интересно и то, что Тверская область занимает 52 место в рейтинге по зарплатам. Это средний показатель, если сравнивать с другими регионами. Лидером же данного рейтинга является Чукотский автономный округ, а на последнем месте стоит Чеченская республика. При этом, по данным портала по поиску работы, городработ.ру, модальная зарплата за 2022 год в Твери составляет 40 тысяч, а медианно 35 тысяч рублей. Если говорить о высокооплачиваемых профессиях города, то в этот список входят специалисты IT-сферы, маркетинга, дизайна, юриспруденции, а также врачи-стоматологи. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, какой уровень заработка для них является приемлемым и соответствует ли ожидаемая зарплата с реальностью. От 30 тысяч, наверное. А она соответствует вашей реальной? Ну, на предыдущей работе работал, да. Сколько нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить? В самой Твери или, ну, тысяч 60, наверное, где-то так. Как вы думаете, так зарабатывают тверичане? Ну, не все, наверное. Предположим, 40-50. Порядка 60 тысяч. А как вы думаете, тверичане зарабатывают столько? Вряд ли. Тысяч 30, я думаю, не меньше. Как мы можем заметить, мнения у людей разные. Кому-то будет комфортно и с 30 тысячами в кармане, а кто-то считает, что только от 60 тысяч рублей должна быть зарплата для комфортной жизни. Но, как говорится, что заработал, то и получил. Ударник, хлеб, а лодырь – ничего. И все же очень хочется надеяться, что экономическая ситуация будет позволять трудящимся, а тем более ударникам не только сводить концы с концами, а хотя бы немного откладывать для повышения материального благополучия своих семей.